Лукашенко поможет, как обычно. С Пригожиным справился Лукашенко, а с яйцами тоже теперь справится. Ну, это смешная шутка, конечно, потому что Лукашенко поможет, это само по себе уже шутка. Лукашенко 25 лет сосет только у Путина, так сказать, я имею в виду в этом, не в плохом смысле слова, а деньги просит бесконечно. Высасывает соки из России. И в этом смысле... Формулировка получилась, извините. Мне кажется, очень точная формулировка, кстати. Нет, пожалуйста, в заголовок не выносите. Потому что некорректно, соки высасывает из России. Значит, поэтому на Лукашенко рассчитывать, ну, это вот точно в дураках остаться. Значит, он и поможет, помните, как он с Пригожиным помог. Ну, такой же на следующий день буквально вышел и всему миру рассказал о том, как он командовал Россией в течение суток, потому что президент России куда-то спрятался. Ну, то есть, по сути, он рассказывал, как он командовал директором ФСБ. Понимаете? Ну, шутки, что ли? Вот. Президент Белоруссии отдает команду директору ФСБ России, а президент России где-то там, черт его знает, обретается. Вот, вы знаете... То есть, он, а Путина ноги вытер в тот момент, унизил его, понимаете? То есть, помог, правда, помог. Помог, да. Извините, вот в этом контексте, вот не могу вас не спросить, относительно Патрушева, который играл тогда ключевую роль, должен был сыграть, но не сыграл. Именно же Патрушев должен был тогда предотвратить этот... Конечно. Патрушеву пришлось просто зачищать следы, убить Пригожина, как следует из материала Wall Street Journal, правильно? То есть, мне вот интересно, вот как вы считаете, у Путина и у Патрушева есть конкуренция? Вот именно у Патрушева к Путину, вот чего хочет Патрушев, все или его устраивает? Или, может, не просто так Патрушев упустил этот момент с Пригожиным, с его мятежом и так далее? Нет, нет, я думаю, что в целом там клина нет между ними. Патрушеву, конечно, хотелось бы, чтобы его сын не ходил в перестарках, а стал бы вице-премьером, потому что, конечно, министр сельскохозяйства столько лет. Вот, это, конечно, неправильно. Но, смотрите, у него нет ощущения, что вот, ну там, или пан, или пропал, ситуация в тупике. В целом, все движется в более-менее правильном направлении. Путин, сделав ставку на штыки и теряя популярность, вынужден все больше прибегать к репрессиям, к услугам силового аппарата, он впадает от него в зависимость. А главным по силовикам у Путина является Патрушев. То есть, значительная часть не оперативного, конечно, руководства, оперативно Путин там этими людьми руководит, все-таки старается сам. Но политическим бенефициаром всего этого является все-таки усиление вот этой силовой составляющей конфронтации с окружающим миром. Политическим бенефициаром всего этого дела является, безусловно, Патрушев. И, соответственно, ему надо просто подождать. И сын вице-премьером станет, и в какой-то момент сын преемником станет, потому что больше никого рядом не будет, на кого можно будет положиться. И не рискует, так сказать, расшатать ситуацию. Потому что если ты выберешь преемника, который не устроит Патрушева, то ситуация, когда ты абсолютно зависишь от Патрушева, но ты просто рискуешь, что Патрушев выступит против, и тогда вся конструкция рухнет. И, ну, как вот, значит, случилось в Казахстане, протест возник в результате противоречия между Такаевым и семьей, и президентской семьей. И поэтому, ну, не президентской, а семьей бывшего президента, я имею в виду, Назарбаева. Значит, поэтому, ну, вот, такая же история, вот, возможно, поэтому Путин не рискнет, вот, если он окажется вот в ситуации, когда все завязано на Патрушево, ну, так он и преемником выберет сына Патрушева. К тому же, ну, что, лоялен там, да, в общем-то. Может, звезд с неба не хватает, но в его верности, так сказать, сомневаться не приходится. Ну, то есть, в целом ситуация развивается в нужном Патрушево направлении, конечно, есть там элементы рисков, есть там Медведев, там, который что-то подвязается, теоретически он может, там, вдруг Путин его, там, выберет преемником, да, есть эти ненавистные, там, вокруг него, значит, обретающиеся технократы, типа, там, Собянина, там, Мишустина, вот, и так далее. Но, но все-таки те явно слабеют, а мы явно усиливаем, понимаете, в этой ситуации, ну, Патрушево, он что угодно, но он не авантюрист. Вот, ну, Пергожин теоретически мог там сыграть, и Пан или пропал, а Патрушев нет, он такой, он такой не будет делать. Он один раз уже погорел, понимаете, когда-то в 2008 году он же слетел с должности директора ФСБ и несколько лет в совбезе сидел, вообще штаны протирал, ну, то есть, это, по сути, пенсия была, ни один вопрос через него не решался, ни одна бумага через совбез не шла тогда. А он погорел, потому что он увлекся слишком разборками с Черкесовым, еще одним близким наперсинком Путина, директором Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. А у них шла такая большая войнушка, и в медиа, и в силовых структурах уголовные дела там возбуждали, и там, вокруг финансовых потоков они боролись. И в итоге Путин их обоих наказал, обоих уволил, и Патрушев несколько лет, пока его Путин не простил, ну, был, по сути, на пенсии, все уже забыли, что какой-то там Патрушев есть. Вот это реально где-то там 2000 до 2015-16, наверное, года, ну, плюс-минус, да, вот с 2008-го там Патрушева вообще никто всерьез не рассматривал. То есть, не было такого игрока. Потом, да, Путин старой дружбы, так сказать, он, ну, понятно, становится старый, консервативный, а, значит, все там живет воспоминаниями все больше. Да, он простил Патрушева, но Патрушев-то это помнит, ну, вот, что нельзя вот, так сказать, все-таки... Поэтому он лоялен Путину, вот, там много у Путина проблем с элитами, но я не думаю, что в отношениях с Патрушевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова